Куриный рулет в оболочке Поэтому лучше делать это самому Тем более, что сделать это совсем не сложно Помимо оболочки нам понадобится мясо Почему лучше готовить всегда такие вещи самому? Да потому что мясо вы можете взять самое что ни на есть отборное Выбрать то что вы хотите Вот я взял например 600 грамм окорочков И взял 450 грамм куриного филе Измельчаем это на кусочки вот такого вот размера Нарезаем Пленочки откидываем Окорочка также нарезаем такими же кусочками То же самое все ненужные штучки в виде пленок убираем Жирок оставляем Пусть будет очень даже хорошо Самый ответственный момент На килограмм мяса нам необходимо 20 грамм соли Но я взял 10 грамм соли Из них 6 грамм поваренных, 4 грамма нитритной соли И беру вот эту вот замечательную средиземноморскую приправу Тоже 10 грамм Она уже с солью Поэтому скажем я сделал так Если вы не соленую приправу добавляете То соответственно 20 грамм соли А дальше начинаем хорошо вот это мясо просто вот так вот месить Это нужно во-первых для того, чтобы хорошо разошлась соль И для того, чтобы мясо дало сок Ну и немножечко структура стала более липкая Чтобы потом мясо уже в оболочке хорошо прессовалось Готовый фарш отправляем в холодильник на 30 минут Набивать будем в коллагеновой оболочке Диаметр 78 миллиметров Достаточно удобная оболочечка Можно набивать вручную Оболочку на пару минут погружаем в воду И нам понадобится вот так шпагат Перевязывать оболочку Два шпагата я сделал вот с такими петельками Чтобы подвешивать уже колбаски И два обычных Хвостик оставляйте подлиннее Где-то 4-5 сантиметров Потому что мы завязываем вручную А не металлической клипсой И вручную сильно нельзя перевязать так Чтобы это держало Поэтому лучше оставьте кончик подлиннее Загружаем подготовленный наш фарш И уплотняем Но уплотняйте тоже так Чтобы не было пузырей Но в то же время не перенабейте сильно Чтобы у вас в процессе варки Оболочка не лопнула Вот так вот деревянные ложечки пропихиваете Вот видите, когда пузырь То туда подпихивайте мясо Но предупреждаю опять-таки Не набивайте слишком сильно Ну все, колбаски сформированы Затем их надо или переобвязать Сделать перевязочку Или вот сделать так, как я Разместить их в сетку для копчения И подвесить в холодильник на 4 часа Чтобы произошла осадка Прошло 4 часа Ветчинки повисели в холодильнике И сейчас будем их варить Варить будем при температуре 78-80 градусов в воде Контролируем, чтобы вода не кипела И чтобы была необходимая температура Достаем колбаски И сейчас их необходимо Вот эти ветчинки Как можно быстрее под проточной водой Охладить Делается это для того Чтобы пройти вот этот порог Температура от 30 до 40 градусов Максимально быстро Когда всякие вот Нехорошие бактерии Очень быстро развиваются Все, отправляем в холодильник Пусть остынет И потом будем пробовать Ну вот теперь Куриная ветчина в оболочке Которая переночевала в холодильнике Уже полностью готова Давайте разрежем И посмотрим, что у нас получилось Убираем сеточку Она нам больше не нужна Она выполнила свою задачу Ну что ж, разрезаем Великолепная куриная ветчина Или куриный рулет в оболочке Ну а счастливые обладатели Домашней коптильни Могут после варки Эти рулетики подкоптить Как видите Сделать такой невероятно вкусный И ароматный куриный рулет Совсем не сложно Пока-пока, друзья До новых встреч Живите вкусно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова